Друзья, вы на канале Айден. Сегодня у нас видео вообще непонятно какое, потому что я сам, честно говоря, не очень понимаю, что мы сегодня здесь будем делать. Короче, я видел у многих блогеров ролики, особенно у американских, типа купил склад на аукционе там за 800, за 1000 долларов и так далее. У нас в России нет аукционов-складов официально, да, и очень сложно найти реально вот склад, который продается за какую-то сумму, в нашем случае это гараж. И ты как бы там можешь забирать все, что хочешь и посмотреть, окупится это или нет. Сегодняшний наш склад мне достался за 100 тысяч рублей. Это очень дорого, это, по сути, какие-то последние деньги, которые были, но я вам не буду сейчас говорить, что я не знаю, что там находится внутри. Там остатки от бизнеса, но больше я, в принципе, ничего сказать не могу, что там находится внутри, поэтому сейчас мы открываем этот склад, и у меня будет неделя, чтобы что-то оттуда продать. Это интересный видос, поэтому, пожалуйста, ставьте лайк обязательно и пишите в комментариях, если вам такая тема нравится, будем еще искать. Но, опять же, не обещаю вам ничего, потому что крайне сложно найти вот подобные лоты. Так что давайте открывать, погнали. Но сначала, ребят, пару слов о прошлом видосе, о товарном бизнесе. Все наушники, которые у меня были, раскупили, и, по сути, товара основного у меня не осталось. Часы тоже закончились. Сейчас открываю Викео, вы уже знаете, что это за сайт, здесь все поставщики в одном месте, то есть это оптовый маркетплейс, где в онлайне находятся те поставщики, которые вот в Москве в тяке сидят, да, которые продают реально по супер хорошим ценам. Ну, в принципе, главное условие попадания на Викео, это если поставщик может предложить хорошие цены, если поставщик проверенный. То есть никакого кидалого, сам все заказываю, вот видите, корзина у меня уже здесь оформлена. Сейчас закажем смарт-часы HV22+, в магазине NGG17. Ребята хорошие, в ролике тоже они у меня были, у них тут техника, электронки всякие. Короче, у них сейчас закажу поставку, и с этими часами будем залетать на Wildberries, будет видос об этом отдельный. То есть вы выбираете категорию, которую хотите закупить именно оптом, делаете заказ, оплачиваете, и просто в ваш регион приходит поставка, и уже начинаете продавать. По гарантии тоже есть, видите, отдельная вкладочка, сколько гарантии, на что, на какие там условия, все это чекайте обязательно у продавцов. Ну и как бы вы защищены площадкой самой Викео. Видос вот здесь в рекомендациях можете посмотреть, там мы с создателем площадки, со шкредом ходим, собственно, по оптовому рынку, и с этими поставщиками вживую общаемся со всеми, кто выложен здесь на Викео. А мы продолжаем видос про склад. Открываем двери. Так, ну я уже вижу, что он не пустой, по крайней мере. Можете написать вообще, что примерно стоит, что почем, что как. Так, мы, наверное, начнем вот с того угла, и будем постепенно идти ближе к выходу нашего склада. Погнали. Банки-склянки в этой коробочке. Ethernet-провод, катушка. Это все не супер ценное. Тысяч пять стоит? Да. А, слушайте, на самом деле ценное, скорее всего, какая-то блашурмечная или что-то похожее. Но на самом деле, если их почистить, помыть, наверное, ну, они тоже стоят денег, потому что это все-таки бизнес. Телепат. Это, как я понимаю, какая-то кассовая штука, да, или здесь можно заказ делать. Ребята, слушайте, ну, пишите в комментариях, пожалуйста, потому что я видос сразу выпущу, и у вас будет время, чтобы мне что-то сказать, что почем. Потому что вещей очень много, и, если честно, я даже пока немножко путаюсь. Вот такой есть экран телепат, и вот такой есть. Тоже прям как телек, слушайте, может, и есть телек. Кассовый аппарат, как я понимаю, он сенсорный. Надеюсь, все работает. Фритюрница. Да, но она, видите, в состоянии не в самом лучшем, то есть она вся какая-то липкая. Банки-склянки. Ну, вот весы, мне кажется, продадутся. Да все на самом деле будет продаваться, просто непонятно, сколько времени это все займет. Микроволновка, ну, это, знаете, как я понимаю, микроволновка не какая-то там домашняя образца, а большая микроволновка. Не будем сейчас ее доставать. Касса. Большая кастрюля. Еще одна кастрюля. Короче, куча разных кастрюль. Там тоже емкость лежит. Хочется какой-то техники поискать, которая ликвидная. Кастрюля, на которой весы. Еще одни весы. Весов очень много, ребята. Если нужны весы, пишите мне, пожалуйста. Продам с удовольствием. Также здесь есть контейнер с приборами-столовыми. Это вилки, ложки, дощечка для того, чтобы резать. Ну, то есть такая мелочевка в основном. Но она тоже может на самом деле продаваться. Не будем списывать ее со счетов. Далее. Еще есть двое весов, также электрических, которые запакованы пленочкой. Фритюрница, кстати. Слушайте, реально у меня есть все для того, чтобы тупо открыть свою какую-то шаурмечную. Но, не знаю, может быть, реально этим заняться. Ну, есть все реально. Бизнес с нуля. Денежный ящик. А, вот это все, получается, это денежные ящики. Офисный станок какой-то. И внизу еще один денежный ящик. Слушайте, но я как бы уже понимаю, что здесь точно больше, чем на сотку вещей. Просто DVD-плеер. Плеер. Видимо, в шаурмечной или в этой булочной просто вставляли какие-то диски. Может быть, караоке. Это маршрутизатор. Это свитч. Это свитч. Это не маршрутизатор. Это не маршрутизатор. Ну и хорошо. Так, ну там дальше удлинители, мышки компьютерные. Все понятно. Давайте положим обратно. На этом столе у нас находятся пять VGA-шных мониторов. Каждый из них, если они не работают, конечно, это все нужно проверять. Ну, как минимум за тысячу рублей можно будет продать. Дальше. Миксер от компании Dexp. DNS-овская тема. Видимо, хороший миксер, раз он в бизнесе пригодился. Хотя бизнес закрылся. Может быть, миксер и не очень. Но в целом, миксер и миксер отлично. Большой такой, мощнейший. DORS-60. Лампа, которая подсвечивает деньги ультрафиолетом, чтобы проверять, настоящие ли у нас деньги. О, компуктер. Смотрите, ребята. Radeon Express. Такая материнская плата. Две плашки по 512 мегабайт Kingston. Ну, то есть, это не самый выгодный лот, даже если тут все окей, все работает. Но какой-нибудь бюджетный комп можно, в принципе, на Авито из этого собрать, чтобы в одноклассниках сидеть. Есть разные SATA проводочки. Ну, блок питания, например, он прикольный, качественный. 350 ватт. Замечательные, ребят. Собирайте компы с такими блоками. Микротик, роутерборд. А вот это уже роутер. Это уже роутер. Он не раздает Wi-Fi. Он Wi-Fi не раздает, он раздает просто эти... Ну, по проводам интернет, сеть. Кофемолка, друзья, тоже находится здесь внизу. Ну, мне кажется, кофемолка может стоить больших денег. Компуктер Intel, смотрите. Вот это его прям сразу можно на Авито пулять. Плашек оперативной памяти нет. Короче, ребят, материнская плата. Непонятно, с каким сокетом не можем увидеть. Но сокеты очень хорошие, забирайте. Вот тут в этой коробке находится много всего. Всяких проводов. И в основном телефоны. Вот телефоны. Такие домашние, городские. Кухонная утварь. Это что такое? Блендер. Блендер, кстати, такой профессиональный. Все надо, конечно, чистить. Ну, если на продажу прям поставлять нормально. Это что-то прям мощное. Это что-то прям тяжеленное, капец какое. Капец, она весит. Ну, металл можно... Это усилитель. А, это усилитель. Так усилитель стоит капец как-то дофига. Правильно? Ну, наверное. Я понимаю. Смотрите, усилитель. Это для музыки. Гервин Вега. Перегруз минус 10 децибел. Сигнал. Короче, это усилитель, который капец какой тяжеленный. Короче, нет такого на Авито. Ну, может, конечно, на китайский. Хрен знает. Вообще, похоже, да. Компания как бы не... Не Yamaha. О, ноут, смотрите. IBM. ThinkPad. Ну-ка, давайте на свет. Современный. Относительно. Классно было бы найти такой лот. Лет 10, наверное, назад. Потому что, наверное, это была мощь в те времена. Даже подпечатку пальцев. Ход. Не знаю, не включается. Наверное, разряжен. 100% разряжен. Ну, это IBM. Извините меня. Что вам не какая-то китайщина. Тоже надо все проверять. Но в целом... Не знаю. Ну, тысяча две точно. Смотрите, здесь внизу есть огромный серверный шкаф. С кучей вот этих вот портов лановских. Я, честно говоря, не знаю, что там как. Также там есть еще розетка, удлинитель. Ну, в общем, мне кажется, такая вещь серьезных денег может стоить. Там прям коммутация есть полноценная. Но, опять же, ребят, сейчас просто по-быстрому все смотрим. Потому что нет времени пока разогревать это все. Дальше буду решать, что с этим делать. Вот это тоже мини-компуктер. Это я не понимаю, ребят, что это. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Тут есть две кнопки. Зеленая и красная. Вот. Я боюсь, честно говоря, это все втыкать в розетку. Но, наверное, это какой-то миксер, блендер тоже. А вот это вот. Вот это вот. Наверное, регистратор или для камеры. То есть тут, видите, есть много ВГА-портов, много компортов. Сюда можно подключать, скорее всего. Также микрофон можно подключать. Ну, то есть, скорее всего, это для видеонаблюдения вещь. Но, опять же, уверенным быть не могу. В комментариях, если вы разбираетесь, пожалуйста, напишите. Огромная печь. Тут прям можно, не знаю, раз, два, три, четыре, шесть, семь подносов с пиццами загрузить. И каждый поднос по две пиццы. То есть можно по 14 пицц сразу готовить. Такое домой, интересно, можно подключить. Вот так это работает. Такое силовое про. А прям в розетку 220, ну, 200, там, 280 вставляешь. И все, огромная печь. Она, она может стоить большие деньги. Вот в этих коробках я посмотрел, без перебойники одни лежат. Их прям очень много. Без перебойники тоже, ну, могут стоить денег неплохих. И могут достаточно быть полезны. Видите, вот APC. В коробках из-под доширака, кстати, лежат. Ну, ПК написано, короче. Компуктер Lenovo вот такой. Выглядит поновее, выглядит вообще новеньким, отличненьким. Ну, штука с колесами для подносов, короче. Не знаю профессионально, как это все может называться. Тут много деревянных таких дощечек. Тоже они все немножко подушатанные. Ну, потому что бизнес был, шел. Тут все было нормально. Холодильник. Philips, но достаточно старый. Хотя холодильники тоже нормальные. Какой-нибудь в общагу такой можно. Можно взвешивать мешки. Также сразу цену будет показывать. Ну, то есть вводим там за килограмм, допустим, 500 рубасов. Столешницы. Ну, дощечки просто. О, это что кофемашина, вы хотите сказать? Обратите, ребят, внимание. Она тяжеленная. Кофемашина фирмы Rimini. Вот это уже хороший лот. Потому что кофемашины профессиональные, они пипец как дорого стоят. Сейчас я специально на Авито посмотрю. Может продается Rimini. Вот она в таком рабочем состоянии. Стоит 12 500. Хотя, что-то я подумал, сейчас 50 тысяч рублей, короче, сразу ее выставляем. Это же кофемашина. Какая-то бабушка. Видимо, Rimini это бюджетная версия кофемашин. Немножко и расстрелился, конечно. Потому что я вот как только сюда зашел, увидел кофемашину, подумал, так, мы начинаем оттуда, чтобы дойти до кофемашины. И я такой в конце скажу, все, я обогатился. Она немножко сломанная. Хотя, может быть, она и не сломана. Но даже если она работает, то это 12 тысяч. Мойка. Она и в Африке мойка. Кому нужна, ребята, пожалуйста, забирайте. Хорошая тоже вещь. Это огромная печь. Просто пипец какая огромная. Унокс. Сейчас посмотрим, сколько печь стоит. Это, ребята, пара конвенкомат. И один такой пара конвенкомат. Ну, вот примерно в таком же состоянии, как у нас, стоит 130 тысяч рублей. В общем, мы пытаемся понять, вообще, та эта модель или не та. Нигде не написана какая-то конкретная модель. Но по фотографиям в целом похоже на то, что это действительно пара конвенкомат. И 130 тысяч. Блин, ну, это прям можно сразу фоткать и выкладывать. Но это еще нужно проверять как-то. Потому что я не знаю, ну, вдруг это сломанный пара конвенкомат или что-то с ним не так. Вопрос в том, вот это пара конвенкомат или не пара конвенкомат. Они, как я понимаю, друг на друга ставятся и можно что-то печь. В минус я точно не уйду. Потому что пара конвенкомат делает свое дело. И печи, и там мелочевки. Вопрос в том, сколько времени я это все буду продавать. Потому что, ну, это не склад с айфонами, да. Это не склад с компами. Хотя компов тут тоже достаточно. И, конечно, работы здесь, ну, очень много. То есть нужно реально проверять, чистить. Человека ставить сюда, чтобы он показывал людям товары. Да, потому что это очень далеко от места, где я живу. И мне постоянно ездить сюда тоже не ахти. Полноценный бизнес, можно так сказать, открывается по продаже бизнеса. По продаже остатков от бизнеса. В общем, в следующих видео я обязательно расскажу вам, какие вообще итоги всего этого. Если вам вдруг что-то нужно из того, что мы посмотрели, пожалуйста, пишите мне ВКонтакте. Есть ссылочка в описании внизу. Но понятно, что по нормальной цене. Ну, прилагайте, короче, свои цены за каждую категорию товаров. Если что, подробно я там вам расскажу. Побольше такого хочется снимать, потому что безумно интересно. Но, опять же, не обещаю, очень сложно это все находить, покупать и так далее. С вами был Айден. Увидимся скоро. Пока. Пара конвентомат.